В зале суда лишь двое потерпевших, хотя таких порядка десяти. Их нелегкий труд, установка и наладка нефтегазового оборудования остался неоплаченным. Чтобы прокормить семью, люди брали кредиты. А подсудимый, ранее директор предприятия «Энергонефтегазстрой», уговаривал персонал потерпеть. Твердил, деньги уже на подходе. Был заключен договор с «Газпромнефть Оренбург» на большую сумму, на 200 миллионов. Работы выполнялись, бригады ездили в Оренбурге, работали. Поэтому все терпели, ждали. Люди ждали, задолженность росла. И за два месяца превысила 750 тысяч рублей. Одних сотрудников хватило на пару месяцев безвозмездного труда. Самые терпеливые тянули лямку полгода. Когда же Надежда умерла, работники обратились с жалобой в прокуратуру. В отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело. Исходя из доктательств, по делу установлено, что по расчетным счетам организации денежное средство шли, проводились различные проводки на сумму более 6 миллионов рублей. Причем сам руководитель организации фактически зарплату получал. И в общей сумме за этот промежуток времени около 700 тысяч рублей. Экс-руководителю назначили наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. И лишили право занимать руководящие должности в коммерческих предприятиях на 2,5 года. Потерпевших же обнадежило решение суда взыскать в их пользу честно заработанные 800 тысяч рублей. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.